Проблемы регионального масштаба открывают оперативное совещание администрации Щелковского района. Алексей Валов озвучивает задачи, поставленные губернатором Московской области. Одной из основных целей большинства социальных программ является повышение рождаемости. В этом плане важным объектом для Щелковского района станет перинатальный центр. Сроки строительства, объекты и качество работ инспектируются регулярно, но в перспективе задача шире – привлечь на работу в центр профессиональный медперсонал. Мы над этим работаем. Формируем фонд жилья для того, чтобы на перинатальный центр пришли высококвалифицированные специалисты. Другая актуальная социальная программа, на которой необходимо сделать акцент – доступная среда. Руководитель администрации поставил задачу форсировать разработку проектов по реконструкции мест общего пользования. Их необходимо приспособить под нужды людей с ограниченными возможностями здоровья. Инспектируйте места в общей пользе. Рассмотрите меры всего возможностей, обращение жителей, граждан с ограниченными возможностями. Представьте проект, где будут ученивать все потребности с гражданами. Также обсудили на оперативном совещании работу горячей линии единой диспетчерской службы. Единый номер 112, по которому жители могут связаться с большинством экстренных служб, вполне успешно работает в Щелковском районе вот уже третий месяц. Однако, по словам руководителя администрации, необходимо уделить внимание нормативам работы ЕДДС. Ситуации с долгами управляющих компаний на совещании уделили особое внимание. Не получив государственную лицензию 1 мая, многие организации потеряли право на осуществление профильной деятельности и временно ушли с рынка. Получив лицензию чуть позже, большинство компаний поспешили вновь предложить услуги жителям. Среди них излостные должники. Так, предприятие ЕДС Щелково должно ресурсоснабжающим организациям 28 миллионов рублей, а в фонд капитального ремонта более 500 тысяч. Так что, выбирая управляющую компанию, жителям стоит осведомиться о ее задолженности, ведь впоследствии она может стать причиной отключения коммунальных услуг. Когда проходят выборы управляющих компаний, обращайте внимание на то, что если вы выбираете должников, задолженных, таких, которые планово, скажем, задолженность, если они планируют эту же работу, что вы можете остаться без ресурса, уважаемые жители. Губернатор поставил задачу. Худшие должны уходить. Мы должны понимать, что руководители, которые будут находиться в красной зоне более двух периодов, работать не будут. И по управляющим компаниям у нас строгая позиция, строгая. Несмотря на то, что прошла процедура, некоторые получили повторы, рецензии возвратили, что опять пойдется по старому пути. Не пойдет по старому пути? Не пойдет. Рассмотрели на совещании итоги работы по выделению земельных участков многодетным семьям. Сейчас в Щелковском районе проживают около 800 семей данной категории. На начало 2015 года более половины из них обеспечены земельными участками. Параллельно проходят работы по организации подъезда к выданным участкам, как, например, в деревнях Аксинияно, Кормолино и Трубино. Проводится освещение. Еще 300 семей ожидают выделения участков в сентябре. В настоящее время администрации подобраны земельный участок порядка 45 гектаров. В Больших Петрищах, а также в деревне Афанасово, вблизи ГП Фрямова. Руководитель администрации дал указание усилить работу по выделению участков и другой категории граждан ветеранам боевых действий. Ветеранам боевых действий имеет льготы. Наша задача, как порядочных людей, исполняющих долг перед Родиной, как можно больше поддержать, исполнивших этот долг. Привет с Североморского флота передал заместитель председателя Совета депутатов Щелковского района. В рамках оперативного совещания он рассказал о визите района делегации на подшифный корабль вице-адмирал Кулаков. Делегация приняла участие в 50-километровом маршруте судна через Баренцево море, побывав в местах боевой славы военно-морского флота. Вы знаете, тот край очень суровый, но хочу сразу сказать, что у нас подскреплен необычной теплотой тех людей, которые живут там.